Здравствуйте, Рамиса. Добрый день, здравствуйте. Рад вас видеть в добром здравии. Год назад мы встречались в Челябинске. Вы приезжали в Челябинск по делу вашего мужа Ильяса Дашаева, которого обвиняют в том, что он не совершал. Мы записали видео тогда, выложил я на своем канале в феврале прошлого года. Это видео, в общем-то, набрало большой резонанс. Многие комментарии, честно говоря, были негативными. И с того момента уже прошел год, и ваша история, история, вернее, Ильяса Дашаева, была освещена также на канале ГУЛАГУ.НЕТ. Некоторые люди нам не поверили, вам не поверили, Ильясу не поверили. Поэтому, я так понимаю, за год вы собрали новые доказательства. Вот хотелось бы по этому поводу с вами еще раз поговорить, пообщаться. И хотел бы уточнить, Рамиса, на какой стадии сейчас находится уголовное дело? Дмитрий, уголовное дело сейчас рассматривается судьей Копейского городского суда Челябинской области. Это Хребтов Максим Владимирович. Он рассматривает сейчас это дело. Я хочу зрителям сразу предупредить, что некоторые вещи мы будем подглядывать бумажки, чтобы не ошибиться. Потому что очень много фактов, чтобы нас не обвиняли в том, что мы перепутали фамилию, еще что-то. Мы тщательно подготовились, собрали все факты. Все это, как говорится, законспектировали. Поэтому, пожалуйста, не думайте, что если мы что-то зачитываем, значит, это неправда. Нет, наоборот, с целью именно быть очень точными, все это мы записали, чтобы не было никаких неточностей. Потому что дело очень серьезное. Я так понимаю, суд был назначен на 3 марта, но его отложили, Рамиса, на апрель, да? Да, там уже несколько заседаний было и переносилось. Сейчас следующий процесс должен состояться 5 апреля текущего года. Я напомню зрителям, что Илья Садашаева обвиняет в том, что он якобы избил заключенного или участвовал в избиении. И по этому делу беспрецедентный, по-моему, такой случай в судебной практике осуждают сразу 10 человек. Насколько я слышал, там даже места в суде не хватает. Вот в связи с этим я хотел бы задать, Рамиса, вам несколько вопросов. Значит, вскрылись новые факты, я так понимаю, да, которые вы хотите рассказать? Да, Дмитрий, фактов очень много. Их просто не перечислить за один эфир, но хотя бы, чтобы и зритель, и вы понимали и видели воочию все эти доказательства. Некоторые из этих доказательств я сегодня постараюсь предоставить вам. Как вы уже ранее сказали, я все-таки буду подглядывать изредка на бумагу. Как вы знаете, я человек, не привыкший к камере, мне тяжело сейчас, я волнуюсь. И поэтому буду подсматривать, читать какие-то фамилии, даты и так далее, чтобы не запутаться. Да, я надеюсь, наши зрители. Но дело в том, что видео, которое вышло по поводу Ильяса Дашаева на ГУЛАГу, нет. Оно подняло тоже резонанс. Но я так понимаю, вот правозащитника Осечкина, насколько я понимаю, правильно прочитал, Осечкина, его ввели в заблуждение некоторыми фактами. И поэтому мы сейчас записываем это видео с вашим участием именно для того, чтобы ответить, так сказать, на эти обвинения, необвинения. Поэтому, Рамиса, вам слово. Дмитрий, давайте начнем вот с тех фактов, которые мы можем привести в том, что обвиняют Ильяса. И вообще все эти 10 человек были привлечены, как вы уже отметили, что никогда ранее в Российской Федерации не было такого, чтобы по статье 111 привлекали такое количество людей. Почему это изначально было сделано? Потому что те люди, мы с вами в прошлом эфире говорили о том, что в этой исправительной колонии стоял вопрос. Это дети, это хорошо очень, это нормально. Хорошо, все-таки. В общем, стоял вопрос о распространении наркотиков на территории исправительной колонии. И после смерти Кидинова, те осужденные, которым не давали продавать наркотики на территории колонии, они начали писать анонимки Владимиру Осечкину. Это тот самый правозащитник, которого вы упомянули. Да, тот самый автор канала «ГУЛАГу.нет», к которому лично у меня никаких претензий нет. Я так понимаю, просто человек недостаточно разобрался во всех фактах и принял на веру то, что ему писали, жаловались эти люди. Да, да, да. Как вы сказали, у него очень много хороших работ. Признаться, я рада, что у нас есть такие люди, которые выступают за справедливость и прилагают очень много усилий. Но в данном вопросе, да, его действительно ввели в заблуждение те люди, у которых была личная неприязнь Ильясу и другим уже сейчас обвиняемым по статье 111. После чего? После статьи Осечкина, которых обвинили всех по Фавина, кого он упомянул в своей статье, привлекли по 111. Почему это было сделано? Потому что именно в тот период, когда случился, ну, умер человек, скончался Кединов Евгений, и была написана та самая статья Осечкина, именно в этот период были коррупционные скандалы в следственном отделе Челябинской области. А именно ФСБ задержало, а в последствии и осудили следователей, это следователь по особо важным делам Козлов Александр и следователя следственного отдела по Курчатовскому району в городе Челябинск, Есипов Александр, которых осудили за взятку. Вот, их взяли на взятки и осудили за них. И на этом фоне еще и вот этот инцидент, да, со смертью человека, и в котором Осечкин обвиняет следственный комитет Егусин Челябинской области в том, что они покрывают убийц, что они, ну, в общем, пытаются всячески замять это дело, в общем, поливают грязью следственный комитет, им это было просто невыгодно. И это было еще одно пятно, еще одно подтверждение тому, что не все гладко в этом отделе. И дабы их не затрагивали, лишь бы их не трогали, они начали привлекать всех этих людей, начали собирать самым грубым образом доказательства, фальсифицировать протоколы, документы все, просто не передать. Вот, мне кажется, одного этого дела достаточно, чтобы, как минимум, человек 10, как минимум, привлечь к ответственности за их недопросовестный труд. Комиссар, вот давайте перейдем к доказательствам. Так, вы говорите, что сфальсифицировано. Давайте по пунктам внимательно рассмотрим каждый факт фальсификации. Давайте я начну с того, насколько мне известно, насколько я ознакомился немного. Начнем с того, что есть факты фальсификации протоколов и показаний людей, которые потом говорили, что они эти показания не давали. Вот можно об этом поподробнее? Да, первый человек, которого я бы хотела упомянуть, это Абдулаев Ильхан Гусейн-Оглы. Это осужденный, который отбывает наказание в исправительной колонии номер один в городе Копейск Челябинской области. Он изначально, когда начали рассматривать это дело, давал показания. Затем, после этого, к нему приезжает следователь, секундочку, я посмотрю, да, солдатов Олег Викторович к нему приезжает и дает ему бумагу, говорит, мол, подпиши эти документы. Это показания, это дополнение к тем показаниям, которые ты ранее давал. Так как эти показания не были напечатаны со слов Ильхана, он зачитал их. И оказывается, что там было написано что-то вроде, как он видел и слышал, как Ильяс на пятом отряде отдавал указания избивать Кидинова и прочее в этом роде. После чего Абдулаев отказался подписывать эти документы, а вместо этого на следующий день написал заявление генеральному прокурору Российской Федерации, на тот момент это был Юрий Яковлевич Чайко, написал на его имя заявление. Но сотрудники исправительной колонии номер один в городе Копейск не отправили это заявление, поэтому 1 июля 2019 года Абдулаев Ильхан написал аналогичное заявление и уже через своего адвоката отправил его в генеральную прокуратуру. У нас есть само заявление, копии у меня имеются, которое написал Ильхан, есть ответ от генеральной прокуратуры, которые написали, что до них дошло его обращение, но никаких действий, как я знаю, после того, как они получили его, не были с их стороны ни проверка, ничего. И сам Абдулаев Ильхан записал видеообращение. Ранее я не давала огласке это видео, так как очень переживала, что на Абдулаева будет оказано давление со стороны сотрудников исправительной колонии, где он отбывает наказание. И сейчас я вам его отправлю, скорее всего, наверное, сейчас, когда уже дело в суде, я надеюсь, что его можно опубликовать, где Абдулаев Ильхан зачитывает свое заявление и обращается к Юрию Яковлевичу Чайке. Рассказывает тот факт, что как его пытались вовлечь вот это преступное действие следователя Солдатова, как он фальсифицировал это дело и как пытался вовлечь его. Рамиса, вот если вы мне отправите видео Абдулаева, то я прямо в этом видео его и вставлю сейчас. Здравствуйте, я, осужденный Абдулаев Ильхан, усеянный, 1993 года рождения, отбывая наказание факу и кайдинг города Копейск, Челябинской области. Данное обращение адресовано Генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Яковлевичу. Записываю данное обращение на видео, так как опасаюсь, что данное заявление до вас не дойдет. Хочу вам зачитать свое заявление, которое написано мною лично, по собственному желанию. Вот заявление у меня в руках. Генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Яковлевичу Чайки, адрес Россия, город Москва, улица Б. Дмитровка, 15-го, от осужденного Абдулаева Ильхана Гусейна Глы, 02-04-1993 года рождения. Статья 161-я часть 2-я, 228-я часть 3-я, 112-я часть 2-я, срок 8-6 месяцев срогового режима, начало срока 16-го, 05-го, 2013-го года, конец срока 15-го, 2011-го года, содержащийся в ФКУ ИК-1 Челябинской области, города Копейск, поселок Октябрьский, улица Городок. Заявление. В ходе их прихода Шишиков объяснял нам всем, что осужденный Китинов, Кумпан и Воронцов распространяют наркотические вещества, после чего их всех ругали за распространение наркотиков. После руганий, которое выражалось им в сказанном разговоре, зачем вы занимаетесь торговлей наркотиками в колонии и так далее, никто из присутствующих людей в комнате досуга отряда номер 5, проведенных осужденным Шишиковым и Чугиным, никто из нас, находящихся в комнате, физически никого не трогал. Деседа проходила примерно около часа. Через час они ушли со отряда номер 5. Кроме ругательства и повышения голоса на осужденных Китинов, Воронцов, Кумпана в том, что они распространяют наркотики на территории колонии, я больше ничего не видел. Через какое-то время меня вызвал и опрашивал следователей солдатов, что я смогу сказать по данному факту, кого привели 11.11.2018 года на отряд номер 5, осужденным Шишиковым и Чугиным, и что я там видел. Уважаемый Юрий Яковлевич, что я вам пишу, то же самое я следователю сказал, что я видел и что там происходило. Вчера 26.11.2019 года меня опять вызвал следователь солдатов и дал мне бумаги, сказав, подпиши эти показания, это дополнение к твоим первым показаниям, что ты давал ранее. Так как эти показания не были записаны с моих слов, а были уже напечатаны, и после чего я стал читать, что там напечатано, и от прочитанного я был в шоке и удивлен. Там напечатано было, якобы я видел, как осужденный Дашаев Ильяс отдавал команду Шишикову и Чугину избивать осужденного Китинова, Кумпана и Воронцова. Якобы Шишиков и Чугин привели их к Дашаеву за советом, так как он давно сидит в колонии, и что с этими людьми делать, после чего Дашаев сказал, избивайте их, чего на самом деле не было. Никто никого на отряде номер 5 не избивал, и никто не говорил кого-либо избивать. Я осужденный Абдулай 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 Хан, такого не видел и не слышал. Что было напечатано в протоколе, я не могу понять, что происходит вокруг меня, и чего от меня хотят. Более добавить у меня нечего. На основании свыше написано убедительно прошу вас провести проверку по моему заявлению и привлечь уголовную ответственность следователя Следственного комитета по городу Копейск, СУСК по Челябинской области, Солдатова. Заявление написано 28.06.2019 года. Вот здесь моя фамилия и моя подпись. Это значит первый факт уже подлога. Второй факт какой. Дальше у нас два свидетеля. Это Кумпан Илья Владиславович и Воронцов Андрей Алексеевич. После смерти Кединова их, после того, как уже опубликовала Сечкин ту самую статью, его, вернее, этих двух свидетелей их перевозят в исправительную колонию номер 25. Я говорила об этом и в прошлом видео. Это исправительная колония предназначена для отбывания наказания для бывших сотрудников и госслужащих, но никак не для таких вот рядовых, скажем так, осужденных. Их туда перевозят, оказывают на них давление и получают от них все те показания, которые нужны следствию. И, естественно, они пишут все, что им нужно, дают все показания. Но осенью 2019 года освободился Кумпан Илья Владиславович. И по освобождению написал в суд о том, где уже рассматривается это дело, о том, что его принудили к даче этих показаний. И хочу упомянуть, что вот те действия, которые как Солдатовым, да, совершены Солдатовым Олегом Викторовичем, они предусматриваются статьей 302, это принуждение к даче показаний. Мы говорим уже об Абдулаеве, чуть вернусь назад. И 303, это фальсификация уголовного дела. И вот тут уже у нас Кумпана Илья Владиславовича, оказывается, заставляли, он пишет об этом в суд. И самое главное, Дмитрий, самое вот, скажем так, самое начало, что ли, фальсификации этого уголовного дела, это протокол допроса этого самого Кумпана Ильи Владиславовича, который датируется 15 января 2019 года. И следователь Солдатов указывает, это тот самый Солдатов, который приносил заранее напечатанные показания Абдулаеву. Допрос Кумпана Ильи Владиславовича от 15 января 2019 года, он обозначает, что проводился в ФКУ СИЗО номер один в городе Челябинск. Но это никак не может быть правдой, потому что в это время, 15 января 2019 года, Илья Владиславович отбывал наказание в исправительной колонии номер 25 в городе Златоуст. Это разные совсем города Челябинской области. Вы, как житель тех мест, наверное... В Челябинской области Челябинск-Златоуст, но это достаточно далеко расположено друг от друга. И вот у меня имеется копия ответа начальника исправительной колонии номер 25, где он указывает период отбывания наказания Кумпаном Ильей Владиславовичем, в какой период он у них был, в какой период он покинул. И вот получается, вот это 15 января 2019 года, он отбывает наказание в Златоусте, а следователь солдатов указывает в своем протоколе допроса, который непонятно, где он его составлял, может, у себя дома за чашкой чая, но никак не со слов Кумпана, так как он пишет, что проводился допрос в СИЗО номер один в городе Челябинск. Вот этот ответ, первый лист протокола я вам отправлю для обозрения, чтобы вы видели дату, чтобы вы видели, кем проводится допрос, и ответ от начальника исправительной колонии номер 25, чтобы вы видели вот эту вот несостыковку, чтобы и вы, и зрители могли увидеть это. Я в этом же видео, если мне вышлите, Рамисы, я в этом видео эти протоколы покажу. Это уже, получается, второй факт подлога, то есть протокол составлен якобы в Челябинске, хотя на самом деле этот человек, который давал показания якобы, находился вообще в другом городе, в Златоусте. Еще какие факты фальсификации, Рамис? И уже следователь, это два факта мы указали, которые были совершены преступления, совершено преступление следователем Солдатовым, да, Олегом. А сейчас я бы хотела вас, скажем так, познакомить еще с одним следователем, который работает так же, как и свой коллега, то есть работает с фальсификацией уголовного дела, фальсификацией доказательств, простите. Это Зарубежнов, сейчас я зачитаю его. Это фамилия Зарубежнов такая, да? Да, да, Зарубежнов, Зарубежнов, да, но не могу сейчас найти его имя, отчество почему-то. А, вот Максим Сергеевич, Зарубежнов Максим Сергеевич. Какой же факт фальсификации от него мы получаем? Он в исправительной колонии номер один вызывал там ряд осужденных, в числе которых был и Дихконов, Дихконов Рустам. И вот он принудил, запугал Дихконова Рустама тем, что если он не даст те показания, которые ему нужны, которые ему выгодны, Зарубежного, то он отправит и его в исправительную колонию номер 25, где отбывает наказание его друг. И он подпишет любые показания, которые ему нужны. И в итоге Дихконов Рустам у них выступает как засекреченный свидетель и засекреченный свидетель под имени Тверской ОП. Показания, в которых он пишет, что якобы он видел, как избивали Кидинова, в том числе и Ильяс перечислил там имена, которые ему нужны. В общем, все, что нужно, Зарубежного он сказал. Затем Зарубежных тут же составляет другой протокол. Кстати, это те же самые статьи 302 и 303 преступления. То есть это принуждение к даче показаний, также фальсификация доказательств. Почему-то еще никто не привлек к ответственности ни Зарубежного, ни Солдатова по этим статьям. Хотя все доказательства имеются у них же на руках. И вот тут же Зарубежно составляет второй протокол допроса. Это уже от... То есть тот протокол был как засекреченный свидетель, а тут уже Дихконов выступает как от своего имени официально. Как Дихконов, Рустам он дает другие показания, в котором говорит, ничего не видел, ничего не знаю, по существу делу ничего сказать не могу. Якобы Зарубежно отводит от него подозрения таким образом и защищает, скажем так, Дихконова. Но это тоже преступление, Дмитрий. Предусматривается оно статьей 307. То есть получается, сам Дихконов от своего имени ничего не видел, а засекреченный свидетель под вымышленным именем, которым и являлся тот сам Дихконов, заявляет, что видел. Такой подвод получился. Да, Зарубежно, мало того, что он сам совершает преступление по статье 302 и 303, так он еще и принудил совершить преступление, согласно статье 307, это дача заведомо ложных показаний Дихконова. Потому что в любом случае одни из показаний, неважно под каким именем он выступает, важно какой человек говорит, это один и тот же человек и дает совершенно противоречащие друг другу показания. И в любом случае одни из них являются ложными, за что его, Дихконова, можно привлечь по 307. И самого нужно учитывать, что Зарубежных его запугивал. Вот такие вот факты у меня имеются. И, кстати, кем он запугивал Дихконова, говоря, что отправят в исправительную колонию 25, что там сидит его друг? Вы, наверное, как человек, интересующийся политикой, в курсе, что вот на тот период в Челябинской области были именно в следственном отделе коррупционные скандалы, после чего ФСБ задержало, впоследствии и осудили двоих следователей. Это Козлов Александр, следователь по особо важным делам, и руководитель следственного отдела по Курчатовскому району Челябинской, в городе Челябинск. Так, фамилия бы его Александр, Есипов Александр, да. И Есипов Александр, они отбывают наказание как раз-таки в исправительной колонии номер 25 города Златоуст и являются другом Зарубежного. И поэтому он даже и угрожал перевезти его в эту колонию, как я понимаю, да? Да, да. Вот эти факты, которые у меня имеются, если правоохранительные органы, люди, которые властны над следственным комитетом Челябинской области, заинтересуются, все эти доказательства имеются в материалах уголовного дела. Если надо, я могу указать и том, и листы. Но сейчас, я думаю, это будет лишняя информация и лишняя затрата времени для зрителей, поэтому я не стала указывать их. Рамиса, а вы вот еще кому-то обращались или сейчас, может быть, хотите кому-то еще обратиться, чтобы осветили эту проблему Ильяса Дашаева? И вот эти факты, все, которые новые, скрылись в течение года? Я, конечно, обращалась непосредственно в прокуратуру Российской Федерации, но нигде я еще не услышала ни существенного ответа, ни каких-то действий, даже элементарной проверки по моему заявлению не было. Поэтому я бы хотела сейчас обратиться, конечно же, как гаранту Конституции Российской Федерации к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, как гаранту гражданам Чеченской Республики к Рамзану Ахматовичу Кадырову, к генеральному прокурору Российской Федерации, Генеральный прокурор Российской Федерации, это Игорь Викторович Краснов и председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Ивановичу Бастрыкину. Дмитрий, встревать в судебный процесс, я, конечно, никого не прошу, это непозволительно. Единственное, что я прошу, чтобы обратили внимание, произвели проверки, выявили все эти преступления, которые совершены следователями, привлекли их к ответственности и рассмотрели это уголовное дело в рамках закона, чтобы выявили истинных виновных, есть ли вообще эти виновные, почему так произошло. И, вы знаете, когда я приезжала в феврале в Челябинск, вы, наверное, помните, я собиралась устроить пикет возле здания следственного отдела. Да, я помню этот момент, изначально даже я помню, что вас попытались всячески отговорить, дескать, давайте пока решим все вот именно без огласки, без привлечения каких-то средств массовой информации, чтобы сделать это все исключительно, ну, как говорится, тихо, что ли, так скажем, исключительно юридическими методами. И поэтому я помню, вас отговорили делать пикет. Но, как я вижу, год прошел, ну, пока что мало подтверждений того, что в вашем деле разбирается. Вот столько фальсификаций, пока что я что-то не вижу, чтобы кто-то обращал на это внимание серьезное. А поэтому следователи ведут себя столь вальяжно. И вот в тот период со мной связался Яхьяев Арбиадрахманович, это представитель главы Чеченской республики в Уральском федеральном округе. И Дагаев Аслан Заиндиевич, это представитель Чеченской диаспоры в Челябинской области. И мы вместе сходили на прием к Шульге Степану Ивановичу, который, в свою очередь, заверил меня в том, что все будет по букве закона, что ничего противозаконного не будет, что он все возьмет под личный контроль. Я, Дмитрий, была просто уверена, что этот человек действительно займется этим делом, что все будет хорошо. Я уже со спокойной душой уезжала оттуда. Как вы уже говорите, год прошел, и не то, что я не вижу никаких изменений, просто дальше самым грубым образом фальсифицируется это дело, и все хорошо. И вот этому человеку, Степану Ивановичу, я бы хотела напомнить, что основой основ, что делает мужчину мужчиной, это не погоны и не кожаное кресло, а то, как он может сдержать свое слово, и сдерживает ли он его вообще. Будем надеяться, что мужчины сдержат свое слово, будем надеяться на то, что и автор канала «ГУЛАГу.нет» обратит внимание на наше видео, рассмотрит все эти факты, и будем надеяться, что им подключатся другие, может быть, средства массовой информации. Я считаю, что все-таки, если мы живем в правовом государстве, то и мы должны действовать исключительно, как говорит гарант нашей Конституции, Владимир Путин, в рамках закона, именно в рамках закона. И если есть какие-то факты фальсификации, их необходимо рассматривать и наказывать виновных, именно фальсификации, а не заниматься тем, чтобы в угоду каких-то там ведомственных интересов осуждать невиновного человека. Это мое личное мнение. Спасибо большое, Рамиса, за ваше видео. Я надеюсь, что люди обратят внимание на уже второе видео. Ссылку на первое видео с Рамисой, которое мы проводили год назад, я оставлю под это видео. Если есть что-то еще сказать, Рамиса, скажите, и будем заканчивать наш диалог. Единственное, что я хочу сказать, что я очень надеюсь, что не мне придется работать за федеральные органы, которые должны заниматься выявлением, преследованием и осуждать, сажать виновных, будь это следователь или неважно кто, что не мне придется доказывать все это. Все-таки органы власти это будут делать. Или хотя бы, если я указала на это, то хотя бы сейчас немножко проявят инициативу и будут расследовать это дело. Потому что, честно, уже сколько мы боремся, и вот эта тишина и бездействие со стороны властей, бездействие, и вот эти дежурные ответы, ответы, что они получили заявление. И элементарно проверку провести по заявлению. Они обязаны это делать. Я надеюсь, что все-таки после нашего видео, что люди займутся этим, те люди, которые работают, не будут работать все-таки. Спасибо большое вам, Рамиса. Надеюсь, что все-таки все будет сделано так, как должно быть именно по букве закона. Хорошо, спасибо вам. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok